Уважаемые коллеги, проходящая сейчас конференция воочию показывает о том, что, несмотря на то, что истина одна, блужданий в отношении понимания, что такое истина, достаточно много. И поэтому настоятельно возникла необходимость в том, чтобы, по крайней мере, приблизить понимание научной общественности к тому, что необходимо существовать в существовании единой науки, хоть приблизиться к единому мировоззрению. Краткое содержание доклада заключается в том, что единая наука – это наука о живом процессе, это единое космическое знание, которое основано на едином универсальном законе сохранения и развития жизни, на едином универсальном плане строения всех форм вещества. Знание основано на едином электромагнитном резонансном взаимодействии, на едином электромагнитном происхождении вещества и излучений, на едином колебательном процессе и на единстве двух начал, и на единой пространственно-временной единице измерения частоте колебаний, которая включает в себя сантиметр в секунду. Единая наука о живом космосе способна вместить в себя все существующие научные направления только тогда, когда каждый из наук примет за основу своего существования электромагнетизм. Суть проблемы состоит в том, что при высоком научно-техническом прогрессе в области электроники человечество Земли в настоящее время всё более и более впадает в состояние безумия. Всё новое передовое идёт на войны, на уничтожение людьми таких же людей, игнорируются нормы морали и нравственности, растёт число голодающих и бездомных при росте потребляемой энергии и изобилии продуктов питания. Тенденция массового производства и массового потребления товаров и услуг ведёт к экологической катастрофе и полному нарушению законов нравственности и морали. Требуется новое мировоззрение о происхождении мира, способное дать выход из бедственного положения. Современная наука, состоящая из разрозненных знаний, каждый из которых имеет свой специфический язык, оказалась в глубоком кризисе. Вновь специалисты из смежных областей науки не понимают друг друга. Современное знание не способло не только объяснить происхождение жизни и цель жизни человечества на Земле, нет ясности в происхождении мира, нет представления о происхождении биологической клетки и нет понимания о том, как формируются атомы химических элементов. В философии сформировалось множество разных противоречивых мнений об одной истине, а современная теоретическая физика, базирующаяся на теории относительности и признанной трактовке квантовой механики, содержит значительные парадоксы отступления от логики и здравого смысла. Квантовая теория порождена фундаментальной, вероятностной моделью природы происхождения мира. И потому до настоящего момента не смогла решить проблему жизни, проблему пространства времени и сознания. Нет ясности и в понимании возникновения разума у человека. Появился ли он в процессе эволюции, или он просто дан творцом как подарок судьбы в качестве исключения. Существующая теория наделила материю фундаментальным свойством гравитации, в отличие от идеи древних мыслителей, которые считали основой формирования материи нечто, которое, будучи невидимым и вездесущим, проникает всё остальное, благодаря чему и возникает всё рождающееся. Тем самым, не зная об электромагнетизме, они знали о его существовании. Бесконечные споры материалистов и идеалистов идут уже давно. Бесконечный спор об отношении мышления к бытию длится веками, а выход из сложившейся ситуации на редкость простой, окружающий нас мир живой. И все события связаны единым универсальным законом космоса, законом сохранения и развития жизни, который формулируется так. Всякое последующее действие происходит по памяти предыдущих действий. При этом формируется новая структурная форма памяти, куда предыдущая входит составной частью и не видоизменяется, благодаря непрерывному воспроизводству самой себя в точной копии, в условиях ритмичной смены полярности внешнего магнитного поля. Этот закон космоса называют и закон сохранения и развития жизни. Основой закона является воспроизводство в ритме колебательного процесса, чтобы сохранить память о живом процессе. Поэтому проблема происхождения жизни до сих пор остаётся волнующей проблемой современной науки. Эта проблема до недавнего времени относилась к области метафизики и философии. Сегодня же эта проблемная тема стала одной из основных тем фундаментальных научных исследований. Научная мысль приблизилась к тому моменту, когда требуется обобщить разрозненные статистические знания разных дисциплин, объединив их в единое знание, в единую науку о живом процессе Вселенной. В природе нет отдельной ни философии, ни физики, ни астрономии. Нет ни химии, ни биологии. В природе есть единая наука. И понять эту единую науку можно только одним путём. Путём объединения разрозненных знаний, которые человечество получило в ходе эволюции своей жизни на планете, в единое научное знание. Зачем нужна единая наука или единое реальное знание? Глобализация человечества и единая религия требует единого знания и единой науки. В реальной природе нет отдельной химии, физики, биологии, научных направлений современного человека. Нет никаких мирительных инструментов. В природе только одна наука – наука о живом процессе, которая включает все современные знания людей и их веру в Бога. Мир Земли дан человеку для пользования им, а не для господства человека над природой, как это часто звучит со стороны науки. Иногда звучит, что человек – покоритель природы и покоритель космоса. Покорить – это значит подчинить, заставить повиноваться, сделать природу подвластной человеку, поработить её вещественно и нравственно. В этом устремлении кроется безумие человека. И потому нужна единая наука о природе космоса, чтобы человек с Земли понял своё предназначение, живя на планете. Человек участвует в эволюции космического тела Земля. Каковы требования к единой науке? Требования предъявляются как к самому исследователю, так и к новому научному направлению. Требования – это простейший элемент отношений, в которых находятся между собой исследователи естественных законов природы и наука. Жизнь является вынужденным процессом, и в этих отношениях человек подчиняется различным формам долженствования, которые находят отражение в соответствующих формах моральных отношений и сознания. Жизнь в гармонии с природой – это значит следовать её законам, которые являются нравственными законами. Наличие законов в природе прямо говорит о существовании создателя этих законов, наличия программы развития жизни. Если законы в природе есть, и если человек их познаёт и изучает, применяет их в своих технических решениях, это значит, что человек имеет своё предназначение, а эти законы созданы. Требования имеют ряд общих черт. Во-первых, они нормативны, обязательны для исполнения, независимо от того, какие задания в данном случае решаются. Но это не технология, где всё расписано пооперационно для достижения результата. Законы природы таковы, что если человек им не следует, ему же будет хуже. Во-вторых, требования имеют без личности, вне субъективный характер, не должны основываться на воле какого-либо авторитета. Требования высказываются не от собственного имени, а выражают нечто объективное, законы жизни человечества на планете и в космосе. И в-третьих, требования всегда имеют всеобщий смысл в равной мере, распространяются на всех людей, безотносительно к их особому социальному или научному положению, организационной принадлежности или профессиональным обязанностям. Перед законами природы все равны и равноправны. И в-четвёртых, требования носят универсальный характер. Они отражают не какой-либо один интерес, потребность или цель, а самые разносторонние потребности и интересы людей и всего человечества в целом. Нормальному исследователю законов природы глубоко чужда всякая утилитарность, то есть поиск выгоды, конъюнктурность, как совокупность условий в их зависимой связи, в области науки, в угоду какому-либо авторитету, односторонность понимания целей и интересов человека. Учёный не должен быть рабом своих или чужих ошибок. Законы природы объективны и универсальны для всех живущих в её условиях. Основной закон природы – это конституция Вселенной. Для всех её обитателей и потому существует Конституционный суд Вселенной, ответственный за недопущение нарушения основного закона. Мир земли предоставлен человеку в качестве использования их нужных вещей, а не во владение ими с целью накопить богатство. Творец требует от человека труда и отчёта об этом труде с учётом функционального назначения каждого человека. Итак, каковы требования к единой науке? О живом космосе Теория должна быть простой и понятной для широких масс, участвующих в едином живом процессе человечества на Земле. Она должна внятно и простым языком объяснить происхождение мира, желательно без математических уравнений. Новая наука должна показать происхождение и назначение единого живого процесса, на основе которого не требует доказательства. И этой основой, которая не требует доказательства, является колебательный процесс. Он не требует доказательства, поскольку всё это знают и все являются участниками колебательного процесса жизни. Вспомните, как выбрана единая единица измерения в компьютерной технике, бит, который не зависит от смысла информации. Поэтому единый принцип колебательного процесса – это универсальный принцип, который не зависит от смысла информационного содержания, которое происходит в процессе колебательного процесса. В биологии требуется объяснить функциональное назначение белковых молекул в отношении каждого гена и всего генома. Теория должна объяснить назначение людей для эволюции планеты, назначение Земли в Солнечной системе, назначение звёзд и галактик, назначение самой Вселенной. Она должна ответить на вопрос, зачем живём и кому это надо. В новой науке должно быть понятен механизм зарождения атомов и что является источником энергии светимости звёзд, что служит посредником безошибочной передачи информации между звёздами и космическими телами в их системе. Новая наука должна исходить из идеи живого процесса, объединяющие взаимные отношения, существующие между до сих пор несвязанными вещами или фактами, или новыми теоретическими сущностями типа тёмной материи, тёмной энергии. Совершенная теория живой природы должна уметь предсказать свойства, исходя из двух основных принципов магнетизма и электричества. И эти принципы, в свою очередь, должны являться основой всеобъемлющего описания природы. Все физические поля являются составными частями единой структуры Вселенной, которая могла бы иметь вид геометрической сетчатой структуры, подобной кристаллической решётке минералов или эндопломатического ретикулума биологической клетки. Требуется объяснить роль сети и системы. Система Вселенной – это ядро памяти и космическое пространство в виде сети за полной фотонной средой. Теория должна позволить описывать структурные свойства мира. Она должна быть универсальной для микромира и макромира. Должен быть универсальный план построения всех форм вещества. Новое мировоззрение обязано показать способ передачи информационного содержания на большие расстояния без искажения смысла информации. Показать, что все тела Вселенной взаимодействуют в режиме реального времени, сохраняя динамическое единство Вселенной и единое электромагнитное управление. Новая наука должна показать, как гравитационное поле связано со всеми другими физическими полями. Объяснить способ управления гравитационными телами в составе, например, единой Солнечной системы. Только гравитация для такого описания не годится. Теория должна объяснить свойства элементарных частиц иметь свою массу. Зачем масса у элементарной частицы и почему эта масса возникла и существует? Объяснить саму суть инерции и инерционной массы. Инерционными свойствами обладает структура памяти, начиная с нейрона. Единая наука должна объяснить способ ускоренного роста массы каждой формы вещества, рост свободной энергии в форме этого вещества и рост и сохранение разума в растущей форме вещества. Это нужно для того, чтобы ответить на вопрос, кто дал разум человеку или он сам его пресобрел. Показать, что ускоренный рост, ускоренное расширение Вселенной имеет одну причину – исключить опережающий рост распада системы, предотвратить ядерный взрыв или превоспроизводство генома. То есть вся программа Вселенной направлена на то, чтобы предотвратить большой взрыв Вселенной. В новой науке следует показать, развивается ли мир по программе или всё дано по воле случая. Если жизнь запрограммирована, то надо указать наличие информационных изначальных модулей, неизменных в ходе всей эволюции Вселенной. Теория должна быть строго причиной, все её элементы должны обладать общей пространственно-временной взаимосвязанностью. Новая теория должна быть детерминированной пространственно-временной теорией. В области социологии она должна указать путь устойчивого и целенаправленного развития человечества Земли, предвидеть будущее события эволюции Земли и судьбу человечества, показать закон эволюции мужчин и женщин. Новая теория должна быть строго нелинейной. При этом все квантовые явления должны быть объяснены в рамках теории свободной от декларативных заявлений и непререкаемых постулатов. Колебания – это главная причина нелинейности. Новая наука должна позволять предвидеть явления, которые ещё не наблюдались. Она должна позволить объяснить факты, объяснимые предыдущей теорией. Новая наука должна дать объяснение причины вращения небесных тел, в частности, почему вращается Земля с высокой точностью, причину сохранения единой целостности солнечной системы в условиях больших динамических перемещений. Новое мировоззрение должно объяснить многое из того, что вызывает трудности с позиции большого взрыва. Объяснить тёмную энергию, тёмную материю, ускоренное расширение Вселенной, неравномерность микроволнового фона и какую роль играет микроволновый фон. Надо объяснить тетчатое строение космического пространства Вселенной и природу дальнодействия, посредством которого Вселенная сохраняет свою целостность как единая система в режиме реального времени. Новая наука должна безболезненно заменить молекулярно-кинетическую теорию, основанную на случайности и соударениях атомов, подобно безликим шарикам, на электрокинематическую теорию тепла, которая основана на обмене электромагнитной энергии между элементарными зарядами, частицами вещества. Тепло – это часть электромагнитной энергии, переходящая из одного элемента к другому. Теплопроводность, теплоотдача и излучение – это тождественные понятия. Единая наука должна объяснить наличие асимметрии, наличие двух типов одинаковых по вещественному составу систем, но противоположных по вращению вещества, то есть хиральность. В основе измерений должно быть всего две размерности – единица времени и единица пространства – сантиметр в секунду, которые проистекают из единой единицы частоты колебаний. Новое мировоззрение должно внятно объяснить дискретность и континуальность как времени, так и самого пространства, показать, что сплошность среды необходима для записи дискретных свободных форм, то есть способ модуляции. Сплошность служит носителем дискретной информации. Единственной наукой, способной объяснить выше поставленные вопросы, является наука о живом процессе. Основные положения, которые изложены в работах автора, в семи книгах, которые сейчас представлены на сайтах в интернете. Об истории создания единой науки я останавливаться не буду, потому что вы можете прочитать это в сборнике, в котором эта статья полностью опубликована. Остановлюсь только на том, что требовалась интеллектуальная атмосфера эпохи просвещения накопила к XIX веку уже много разрозненных знаний. Их становилось так много, что одному человеку было уже не в силах познать их целиком, а желание познать мир было. И потому требовалось, первое, свести все уже выработанные к тому времени научные понятия в единую всеобщую систему, которая должна была дать научную картину мира. В современной точке позиции познанием методом исследования следует познать технологию, что внизу, то и вверху. Мир устроен по закону подобия, поскольку все излучения и все формы вещества имеют одну электромагнитную природу. Для создания единой науки требовалось построение такой системы. Заработать нужно был некий метод. Это была поставлена задача еще в XIX веке. Для разработки этого метода необходимо было разобраться с тем, как устроен и как работает естественный человеческий разум. Поэтому по этому вопросу есть большие растутения Канта в отношении этого вопроса, когда он ввел принцип трансцендентальности и так далее. И вся ошибка Канта заключалась в том, что он считал разум дан человеку изначально и, исходя из этого, строил все свои рассуждения. Актуальность трех задач, указанных выше, побудила Канта начать работу над критикой чистого разума. Хотя ход эволюции разума Канта не был замечен, ему не был известен ритм колебательных процессов эволюции. И посредством разума человек познает законы мироздания, при этом сам разум совершенствоваться. Отсюда и вся сложность рассуждений Канта. Итак, всеобщая система понятий или почему всё так названо или имеет имя, является продуктом мышления человека в процессе познания законов природы, чистого разума. Это означает, что методом построения всеобщей системы понятий является процесс обучения с целью запомнить изученное, сформировать память, чтобы стать мыслящим существом. Существует множество поколений, одни люди сменяют другие только с одной целью – исправить или достичь совершенства, исключая ту самую неточность, которую во вчерашнем докладе делал один товарищ, говоря о том, что в мире существуют неточности, которая, ну и так далее, которая введена в качестве одним из параметров в квантовой механике. Разум является итогом процесса обучения, связанного с присвоением понятий, имён и названий ко всему тому, что познаётся и изучается. Не возымает сомнений, что колебательный характер космических и биологических процессов – это универсальное эволюционное изобретение живой природы. Колебания и их функциональная роль имеют несколько разных аспектов. Я на этом деле останавливаясь сейчас не буду, потому что времени мало. Я вам хочу свойства колебательного процесса только исходя из в процессе ответа на вопрос. Я вам расскажу об этих свойствах. Колебания приводят к росту массы вещественной формы, и она начинает двигаться в менее плотной среде. То есть, колебательный поскольку каждая вещественная форма находится в менее плотной среде, а колебательный процесс приводит к тому, что растёт масса вещества, накапливается в ней свободная энергия, растёт магнитное поле этой частицы, то эта частица становится условно говоря тяжелее окружающей среды, и она начинает падать. Но поскольку рядом находят все другие частицы, начинается между ними взаимодействие, поэтому основным свойством вещества, как читает философия, является её движение. А движение вызвано результатом колебательного процесса. Поэтому любой индивидуальный процесс колебаний ограничен пространством и временем колебаний. Он ограничен величиной потребляемой им энергии. Он развивается по программе. У этого процесса есть параметры внутреннего гомеостаза и параметры внешнего поведения. Этот процесс служит способом накачки внутренней энергии, приводит к увеличению свободной внутренней энергии, росту массы и росту естественных освоенных знаний природы, формированию структуры памяти и сохранению в ней опыта жизни. Вот это основные свойства колебательного процесса. То есть разум человека приходит в результате этих колебаний. «Итак, мы имеем континуальные электромагнитные поля природы, несущие информационный смысл. Внутри каждой формы материи формируется своя оперативная долговременная память по сохранению полученной информации. Электромагнитный язык взаимодействия со средой дополняется звуковым языком внутренней формы и между формой при их общении. Электромагнитная волна любой частоты сопровождается звуковой волной гиперзвук, ультразвук, звук и инфразвук. На начальном этапе познания у каждой из наук сформировался свой язык, который малопонятен для представителей других наук и совсем непонятен для обычных людей, и поэтому все люди мыслят своими личными категориями качества имеющихся знаний. Так единый бесшумный электромагнитный язык осознаваемой природы распался на большое число звуковых языков официальной науки, на речи разговорного языка, и люди перестали понимать друг друга. В самой же природе нет ни химии, ни биологии, ни физики с их понятиями, нет мирительных инструментов, но есть единый язык природы и единый способ мышления, электромагнитный, резонансный, когда становится все понятным и без слов. Чем мудрее человек, тем меньше он говорит. Эволюция ведет человека к совершенству, к молчанию, к молчаливому языку общения, к единому языку, который служит языком интуиции. Но для его достижений требуется речевое общение в процессе эволюции по программе, по закону природы. Мудрец слышит и видит невидимые и неслышимые электромагнитные образы мыслей как людей, так и единого поля Земли. Все мысли людей генерируются ими, людьми, непрерывное постоянное фотонное поле Земли, которое является энергоинформационным. Ясновидение и яснослышание это явление магнитного резонанса, когда мышление осуществляется целевыми понятиями и целевыми целыми образами. Когда дискретные знания объединились в замкнутые элементы памяти, озарение приходит не на пустую голову, а на подготовленную предыдущим развитием или обучением почву. Единая наука раскрывает события прошлого, настоящего и будущего. Вот этот график, который предпел перед вами, он раскрывает картину того, что использован он очень точный, с точностью до одного года практически. Он показывает, что современное человечество прожило уже 13 тысяч лет, исходя из единого зодиакального года 25 920 лет. И начинается вторая половина полупериода. Вот именно вторая половина периода зодиакального года и несет заключительную фазу эволюции человечества. Его фазу, которую, в общем-то, назвать можно духовным совершенствованием, но это не просто золотой век, который обычно говорят. Сейчас наступает эпоха, которая в индийской мифологии названа эпохой Матрея. Это эпоха господства женского начала. То есть начинается, все меньше и меньше будет нарожаться ближайшее тысячелетие мальчиков, и все больше нарожатся женщин. Начинается эпоха Матрея-Рахата. эта картина – это плазменный механизм солнечно-земных связей. Мы его воочию не видим, но геофизики Земли с помощью геофизических спутников, с помощью геофизических ракет нарисовали вот этот плазменный механизм солнечно-земных связей. В метаморфозах Овидия Назона рассказывается вот именно этот, тот небесный или плазменный дворец, дворец Земли, его иначе дворец Солнца, Сад Сидури, я сейчас заканчиваю, Сад Сидури, это отражён этот дворец в девянадцатом полдвиге Геракла, когда он был отправлен за молодильными яблоками в сад Гесперид и так далее. Это у Овидии Назона есть такие слова. Некий мулькибер отобразил на стенках этого небесного дворца всё, что есть на коре Земли и внутри Земли. И второе выражение, сказанное из Овидии Назона из метаморфоза, когда Зевс рассердился на предыдущий раз или дело и решил её уничтожить, он убоялся от стольких огней, обратите внимание, не загорелся бы небо священный эфир, и длинная ось Земли не зажглась бы. Вспомнил, как судьбы гласят, что некогда время придёт, когда небо, море, земля, и небесный дворец земли загорятся. Вы понимаете, в чём дело? То есть, если мы говорим о Земле, то в районе экватора, в местечко Окла обнаружено уже 17 радиоактивных точек возгорания коры планеты. И это на сайте сейчас, короче говоря, это официальные данные о том, что в местечке Замбия, местечко Окла, это Западная Африка, где экватор пересекает Африканский континент, в этом месте уже замечено возгорание коры планеты, хотя оно и было уже достаточно давно. Я хочу просто вам сказать спасибо за внимание. Африканский понятие живое в качестве метафоры или противостояли ему существование чего-то неживого. И задаю этот вопрос в системе координат существуют ли по вашему мнению иерархия сознаний в окружающем нас мире. А если существует, то какая она? Вашему мнению. Понятие живое я использовал не в качестве метафоры, а в качестве определения, что всё в мире живое. Дело в том, что, когда в 19 веке появились первые успехи в органической химии, в биологии и так далее, то охватила эйфория учёных. До этого все считали космос живым. Если вы возьмёте Платона, там он чётко пишет, Вселенная живая и все составляющие её тела являются живыми. И он также пишет, всё в мире подвержено воспроизводству. Так вот, в 19 веке произошло разделение на живую и неживую вещество. И поэтому уже более 100 лет биологи ищут ответы на вопрос происхождения первой биологической клетки. Как возникло живое из неживого и так далее. Написано горы литературы. Много всяких споров на сегодняшний день. Ни теория Парина, ни теория Халдейна и прочие теории и близко не подошли к пониманию о том, что весь мир является живым. Хотя на эту тему о том, что мир живой, говорили все выдающиеся современные ученые современного человечества, в том числе и Рерих. Я перечислять не буду, потому что многие это учили. Но физики облегченно вздохнули, отбросив идею живых атомов. Почему? А потому что надо объяснить, как это происходит, а объяснить не получается. поэтому второй вопрос о генерации сознания. В принципе, в книге, которую я назвал «Одна книга живой космос», «Вторая вида космологии» и «В третьей жизнь вечный движитель Вселенной» я подробно изложил этот процесс. Моё представление такое. На основе открытого реликтового излучения возникло понятие так называемое «Оси зла». Ось зла возникла по той причине, что она вносит понятие симметрии Вселенной и говорит о том, что в центре Вселенной должно быть ядро. И вот это и является причиной названия «Оси зла». А моё представление такое. есть ядро в этом Вселенной. В этой ядре хранится генетическая память Вселенной. Есть космическое пространство заполнено светоносной материей, в которой генерируются колебания этим центром генетической памяти, то есть ядром. Принцип полный тождественной воспроизводства ДНК в биологической клетке. Поэтому когда мы говорим о том, что существует электромагнитное поле, и говорим, что это волна или это форма частицы, в виде частицы выглядит это поле. Поле не волна и не частица. Поле, поскольку оно возникает в светоносной материи, оно является частью этого пространства. И потому оно выглядит как свободно перемещающееся я просто для уточнения говорю, как свободно перемещающая информацию несущая форма. То есть это та структура, которая определяет функцию поведения или осознанное поведение вещественных форм, которые находятся в этих полях. Вы придаёте особые мусор движения колебания. Колебания. Значит, Значит, вы в своём сообщении придаёте особый смысл колебания. Включаете ли вы в это понятие просто движение, вращение вокруг оси и вращение по окружности. Совершенно включается. Всё включается. вращение вокруг оси и вращение по орбите вокруг соответствующего центра. То есть колебательный процесс в конечном итоге приводит к... Ну, начнём сначала. Все виды электромагнитных волн, каждая электромагнитная волна состоит из двух волн. Одна из них вращается влево, другая вправо. То есть сам принцип, почему вращаются материальные тела, заложен в принципе вращении электромагнитных волн. Поэтому участвуя в колебательном процессе, но с вращением волны изменяется поляризация волны. А поляризация волны связана взаимодействием рецепторов растущего тела, чувствительной оболочки с этой волной. Поэтому чтобы отслеживать свою поляризацию, материальная форма начинает вращаться в соответствии с тем, чтобы соответствовать этой поляризации. Поэтому вращение материальных форм вызвано электромагнитным взаимодействием вещества с излучением. И движение просто поступательное движение тоже включается. Я перед этим уже говорил, что поскольку вещественная форма развивается в режиме колебаний в менее плотной среде, а масса этой частицы или вещества с течением времени увеличивается, то она начинает условно говоря падать. Появляется принцип движения. И это движение обусловлено электромагнитным взаимодействием. Да, пожалуйста. У меня три вопроса, если позволите. Первый. Что может выступать основанием для синтеза знаний и создания вот той единой науки, о которой вы говорите? Что может быть основанием? Да, ну какой-то каркас может быть или что? Да. Вначале как синтезировать, на чем синтезировать знания из различных областей научного знания, а может быть не только научного. Все эти знания в науке полны-полно. Начиная где-то в 50-х годах, когда начали появляться холодильные машины, тогда появилось такое выражение, что можно вместо тепловых понятий и прочее использовать электродинамику. То есть существует и развивалась в те годы электродинамика. Она и сейчас развивается, но приоритет отдаётся гравитации, приоритет отдаётся тепловым соударением. А на самом деле никакие частицы, никакие преобразования молекул, никто не соударяется между собой. Атомы не соударяются, производя за счёт МВ-квадрат пополам свою тепловую энергию. Тепловая энергия – это диапазон электромагнитных излучений. И когда частицы взаимодействуют между собой, они потребляют тот вид энергоинформационный, который к ним идёт, за счёт, я просто говорю, когда колебательная система, вот доклад был о том, что две частицы взаимодействуют между собой, и между ними существует некий угол, или, так скажем, область взаимодействия. Это в принципе называется поле направленных излучений. Или диаграмма наполовности на техническом языке. То есть тех исходных материалов, которых молекулярно-кинетической теории. То есть ответ такой, электродинамика, принцип электродинамики. Я понял вас. Второй вопрос. В вашем выступлении промелькнули религиозные мотивы. В этой связи спрашивается, кто кого будет объяснять и синтезировать, наука религию или религия науку? Существуют ли здесь доминанты? Я бы мне зря привёл вот этот график. Вот этот график. Начало современного человечества развивается с даты 10800 лет до Новой Эры. Откуда знал Платон или Овидий и Назон это сказание о том, что некогда время придёт, когда небо, море, земля и небесный дворец загорятся? Откуда они знали, что была Атлантида и что была высокоразвитая цивилизация и так далее? Почему начиная с этого момента начинается падение власти женщин и появляется божество мужского характера? Я вам хочу сказать, что все эти данные, которые входят в современную религию, которые стали аксиомой или обязательно к исполнению, это древнее знание, которое сохранилось в виде сгустка понимания происхождения мира и кто управляет миром. То есть религия современная это остатки научных знаний предыдущей цивилизации. В чем или каково предназначение человека, как вы выразились, и каково предназначение мировой истории? Куда идем и куда надо идти, если угодно? По этому вопросу я написал недавно статью, я публиковал ее на сайте «Ноосфера общества человек» и «Академия тринитаризма». Я там и написал «Назначение Земли, назначение человека, назначение Вселенной». Основной закон космоса я вам формулировку дал. Он говорит о том, что всякое последующее действие происходит по памяти предыдущих действий и так далее. То есть в космосе существует целевое развитие. Если человек на Земле существует и созданы на Земле такие уникальные условия, которые многие ученые обчитывают и говорят «Ну, не может быть, чтобы было случайным такое совпадение таких исходных параметров атмосферы, давления, температуры, радиационной обстановки и так далее. Это говорит о том, что человечество на Земле существует только для того, что оно нужно для самой Земли. Иначе зачем нужно создавать такие уникальные условия, чтобы существовали люди, возгордившись о том, что они гегемоны и могут управлять миром. А о том, что могут управлять миром, существует во всей современной науке, говоря, что мы будем покорять космос, мы будем переселяться на Марс, на другие планеты, мы будем путешествовать и так далее. То есть, но если мы исходим из того, что я сказал вначале, что созданы уникальные возможности, то надо говорить о том, тогда, знать историю развития самой Солнечной системы. Надо понять энергию происхождения Солнца. И тогда мы поймём, что звёздами в Солнечной системе были же Уран, Нептун, Сатурн, Юпитер, что Солнце является очередной звездой. То есть, система Солнечная растёт не сразу целиком выросла, она выросла постепенно. И на смену Солнца должна готовиться новое какое-то тело. И вот этим телом является Земля. Земля готовится перейти в фазу Солнца. То есть, не зря говорится об этом сказании, что некогда время придёт, когда море, земля и небесный дворец загорятся. То есть, это говорит о том, что в том сказании кто-то подразумевал о том, что Земля должна возгореться. Это если мы рассмотрим подробно сам процесс работы нашего с вами организма, то у нас всё время происходит с вами рост и развитие тела при одновременном отмирании множества клеток ежесекундно. То есть, идёт процесс роста, развития и отмирания. То же самое происходит в солнечной системе. Тогда зачем нужен человек? Человек нужен вполне конкретно для определённой функции. Я это, когда изучал, принцип один, я отступление ещё маленькое сделаю в этом отношении. Мы с вами дышим, потребляя кислород. При этом гемоглобин, который входит в состав эритроцитов, в капиллярах отдаёт кислород в клетке. Но существует 50-процентная насыщенность гемоглобина. То есть, он 50% поглощает, то есть, молекула гемоглобина предназначена симметрично. Одна половина работает с кислородом, вторая с углекислым газом. Кислород, входя внутрь клетки, делает окислительный процесс, условно говоря, зажигает огонь живых процессов в клетке. Но чтобы не переборщить этот огонь, появляется углерод, который уносит избытки тепла, то есть, кислород, и отдаёт этому же эритроциту. Эритроцит с гемоглобином выносит излишки кислорода и тепла наружу. Таким образом, у нас с вами два этих процесса. На Земле идёт аналогичный процесс. Если в 1973 году была экспедиция FAMOS, это французско-американская экспедиция в районе рифтовой долины серединно-атлантического хребта на глубине 4 километра. На этой глубине 4 километра, когда они опустились в ботискафе Архимед или Лили, два ботискафа, они пришли в ужас и в удивление. Хребет серединно-атлантический как бы рассечён мощным топором на две половины. Одна половина принадлежит в сторону американского, другую к африканскому континенту. А между ними долина 900 метров. И в этой долине существует постоянное нарастание новой коры земли со скоростью до 20 сантиметров в год по горизонту. Не в толщину, а по горизонту. И Клод Рифо и Лепишон в тот момент, когда они всё это видели, книгу написали Феймоус, экспедицию Феймоус, они установили земной шар растёт. А теперь вспомним, когда образуется, где образуется нефть органическая. Существует гипотеза, не гипотеза, официально очень признанное мнение, что это масса была растительности, животных, адмирали и так далее, и перегревание этих остатков дало нефть и газ. Реально не так. В реальности, когда нефть образуется, вот даже есть образцы горных пород, где внутри хрусталя, он прозрачный, обнаружена частичка нефти, то есть нефть образуется там, где большая температура. Вот я биологический процесс рассказал, когда появляется углерод внутри клетки, и он уносит излишки тепла из организма человека. Он появляется при наличии активной окислительной деятельности кислорода. Поэтому, когда земля трещит, образуются разломы и трещины, в этих местах образуется нефть и газ, то есть углеводороды. И их назначение состоит в том, чтобы погасить огонь в этом месте. Но дальнейший рост коры земли должен продолжаться. И эту нефть и газ надо убрать. И тогда на земле появляется разумный человек. Он выкачивает нефть и газ, давая возможность земле дальнейшему росту. Ну вот я немножко не до конца чуть-чуть понял тот момент, когда вы говорите, что частицы, когда она набирает массу, она начинает падать и начинается движение. Куда падать? Смысл в том, что ну как? Просто двигаться. Ну понятно, что вот само понятие падать, если она падает, значит она к чему-то придет. Да нет, я же вам даже условно сказал, я говорю условно падать, но в процессе у меня дано на доклад 30 минут, мне надо было объяснить саму суть, и явление падать я выбрал только для того, чтобы это ускоренно высказать это представление. А с просто массой появляется и магнитное поле около частицы, оно взаимодействует с магнитными полями окружающей среды. Любая заряженная частица движется по винтовой линии относительно магнитной силовой линии. Но это же азы, которые вы все знаете. Поэтому я и сказал условно падать. Так еще, вот вы очень долго рассказывали об универсальной науке, то есть к чему сводится вообще сама мысль. То есть все во Вселенной это электромагнитные колебания, или это биохимические колебания, или это совокупность процессов различных. И как например наши современные вузы могут передать вашу теорию студентам? Что наши современные нужны? Вузы, высшее учебное заведение. То есть у вас семь книг. И вот чтобы универсальную теорию передать обычному нашему студенту, им надо вот эти семь книг прочитать? Или какая-то есть более короткая мысль, чтобы можно передать все ваши исследования? Читать надо. ну вот можно последнюю книгу взять «Трудные подвиги солнца», где все это кратко и достаточно подробно изложено. А с точки зрения чтобы донести допустим до студентов это явление надо с моей точки зрения говорить о том, что мир живых процессов развивается по программе. Иначе не может просто быть не просто потому что быть не может, а потому что существует тот генетический центр, который постоянно излучает энергоинформационные поля. Я вам вначале сказал, что существует этого Вселенного. Ну, допустим, берем наше Солнце обыкновенное. Солнце является генетическим центром в отношении всех планет Солнечной системы. Почему генетическим? Потому что если мы представим все планетные тела в соответствии и с учетом вот этих плазменных механизмов или плазменных оболочек у всех планет, мы сами поймем, что вся Солнечная система работает с точки зрения, опять использовать термины технические, как фазированная антенная решетка. То есть каждое тело в этой Солнечной системе является приемопередающим. Оно взаимодействует мощность излучения Солнца составляет 3,86 на 10,26 степени ватт. И это при одновременном излучении плазмы в районе примерно 900 миллионов тонн каждую секунду. Поэтому надо определиться, кому нужна эта энергия и почему так бесхозно расходуют энергию и плазму самого Солнца. И сразу мы определимся, что это и плазма, и солнечные излучения нужны для каждой из планет. То есть планеты, работая в режиме колебательного процесса, растут и развиваются в соответствии с той программой, которую дает им Солнце. Ладно, все, я снимаю все вопросы. Что? Ладно, все, я как сказать больше желательно задаваю. Слышно, да? Николай Васильевич, мы с вами давно знакомы и я знаком с вашими книгами. У меня такой вопрос. Значит, ваш сегодняшний доклад это о единой науке, собственно, как для государства необходима конституция. Погромче говорите, пожалуйста. так вроде как для государства необходима конституция, так и для сегодняшнего, на сегодняшний день единая наука, наверное, необходима тоже какая-то единая конституция, конституция для науки. Значит, чтобы следовали всем этим правилам природы, о которых вы сегодня говорили в вашем докладе. Вы не задумывались об этом или не собирались на эту тему создавать что-то сообща с научным каким-то сообществом, которое разделяет ваше мнение о единой науке. Илья, немножко не поняли вы вопрос. То есть программу действий. Своё действий конкретно не в России, а вообще в науке. Я вам приведу пример, чтобы было понятно в этом направлении. Все атомы живут семействами. Согласны с этим или нет? Атом водорода в семействе атомов водорода есть водородный и три и тричи. Атом водорода откуда возникает атом водорода? а там водорода порождается нейтроном при его поскольку нейтрон является радиоактивным элементом период полураспада нейтрона является 15 минут ну около 15 минут значит водород который является первым элементом таблицы элементов сам является порожден нейтроном момент его радиоактивного распада а теперь отслеживаем диетерий появляется протон плюс нейтрон то есть практически восстановлен тот нейтрон который был затрачен на получение водорода следующий этап упасходит удвоение нейтрона и образовался 3 и 3 становится радиоактивным и если вы проследите все атомы химических элементов вы заметите что то есть радиоактивный распад элемента происходит только в том случае если происходит удвоение нейтронов по сравнению к предыдущему состоянию это равнозначно клетки когда один от днк или один геном клетки удваивается получается две дочерние клетки и этот эта мысль была зафиксирована еще у жоли и кюри когда полу первые эксперименты были связаны с радиоактивностью и потому они назвали деление ядер химических элементов по аналогии с делением биологической клетки то есть практически то деление ради актив закон в космосе существует как конституция для государства и говорит о том что достижение совершенства атома то есть атома водорода совершенствуется до 3 и как только достигнута совершенстве происходит радиоактивный распад и так прослеживается до всех до состояния если мы проследим соотношение нейтронов к протонам в под то мы выйдем к радио и урану где отношение нейтронов к протонам составляет примерно один пятьсот сорок пять то есть близко к золотой пропорции и эта золотая пропорция которые обычно говорят как пропорции живого процесса она устремлена в пределе своем к двум но предоставь никогда не достигает двух потому что начинается распад вещества вот это смысл золотой пропорции то есть законы единый закон природы эта конституция природы и поэтому государство должна быть четко своя конституция свои законы но обязательно с целью развития так еще вопросы есть последний вопрос вы наверно хотите задать свой вопрос я вам отвечу я так готовил готовил слово время слово пространство и слова материя это слова которые выставлены из букв каждый звук несет энергоинформации информационный смысл поэтому не все непроизвольно названо то что называется материя и не производно названа петров и ванов сидоров и так далее то есть название носят индивидуальный или смысловой характер поэтому когда вы спрашиваете это вопрос является ли время и пространство материи я ему скажу но вот вы человек и вот рядом сидит другой человек а вот рядом стоит компьютер это одно и то же или разные разные название то есть название которое дано времени это не название соответствующее пространство и не название материи поэтому не время не пространство в этом понимании не являются материей но и время и пространство работают с материей и из материи рождается вещество в процессе колебаний поэтому информационное содержание процесса время то что называют времени то есть время это слово обозначающая процесс и вот процесс колебательный процесс во времени и в пространстве из материи рождает вещество понимаете мы пользуемся двузначной логикой она говорит да и нет и никто не хочет и путь слова да и нет нет я другой вопрос но только быстро потому что время я тоже очень короткий вопрос значит вы говорите что нет вернее не вы а религия говорит что в каждом элементе единого мира присутствует бог вы говорите что в каждом элементе единого мира присутствует жизнь я спрашиваю жизнь и бог это одно и то же или нет же бог дает жизнь это одно и то же или нет опять одно и то же но если кто-то дает что-то это же одно и то же если я вам отдаю ключи от машины это не значит что это я нет но бог есть значит а почему вы тогда сказали в ответе на вопрос что этот самая современная религия пошла от науки но в науке то бога нет а в религии есть тогда откуда он взялся я же говорю что религия предыдущие остатки предыдущих знаний а все времена тоже самое говорили наверно что и я вам говорю бог есть а современная наука к этому придет ну ладно